Вопрос. У тебя есть сейчас какой-то образ будущего или мечта? Чтобы это закончилось. Чтобы все сели за это. Понесли наказание. Чтобы судили всех. Это моя мечта. Мне о чем сейчас мечтать? Только об этом. Я мечтаю, чтобы все понесли наказание. Каждый человек. Кто причастен. Кто был свидетелем. Кто был там. Чтобы всех судили. Чтобы судили политиков. Чтобы судили артистов. Чтобы судили пропаганду. Я хочу, чтобы все были судимы. Чтобы вышли все те, кто сидят сейчас за правду. Это главная мечта. И вторая мечта. Это чтобы мои родные и близкие пережили все это. Я справлюсь. Хотя мысли о самоубийстве иногда меня посещают. Но они не настолько, чтобы пугать. Типа я просто думаю, может так? Но потом ты думаешь, ну нет уж, моя хорошая. Расхлебывай, блядь. Хули ты тут. Так что нет. Я надеюсь, что все мои близкие переживут. И что украинцы, что они перестанут страдать. Что они смогут вернуться в свои города. Что мы построим им эти города. Что однажды мы сможем быть достойной нации. Что однажды какие-то поколения смогут здесь жить свободно. И гордиться своей страной. Я не знаю, как она будет называться. Будут ли они жить в России. Какой будет флаг. Но я бы хотела быть, знаешь, хотя бы... Как вот когда в Америке разрешили браки однополые. И там вот были старые-старые бабушки. Они поженились. Что-то там не знаю, сколько они пожили еще после. Очень старые. Но они поженились. И они типа почувствовали вот это напоследок. Вот эту свободу. Я думаю, может хотя бы вот там, на последних годах почувствовать это. Но ты знаешь, Маша, я потом думаю, неужели это моя жизнь. Но неужели я вот этого заслужила. Типа неужели я вот так хочу всю жизнь свою провести в поиске продуктов. Там, не знаю, одежды. Прячась, замалчивая. Я могу эмигрировать только когда я заебусь. Ну типа когда я пойму, что... Ну за что. Или там я отмучилась. Или я пойму, что я могу что-то сделать за рубежом. Или я пойму, что вот всех сажают. И вот один шаг. И сейчас и за мной придут. Тогда я могу струсить и уехать. Но это я для себя называю. Вот в этом контексте я могу очень сильно испугаться. Я вот тоже думала, что это ведь очевидно, что мы проиграем. Прости, Господи. Потому что меня бесит это слово проиграем. Это типа от игры, но ведь это не игра. Вернутся, значит, эти солдаты. Все вот так вот куполом закроется. И очевидно, что люди начнут жить бедно, хуево и все такое. Они начнут о чем-то думать. И очевидно, что будет гигантская, чудовищная зачистка любого оппозиционного ума. Потому что когда люди поймут, что произошло, не в Украине, а здесь, тогда будет страшно власти, что если придет оппозиционер и начнет задвигать, тогда масса может пойти за ним. И будет зачистка. Я вообще не понимаю, как тут может что-то измениться. Многие говорят, вот, сейчас люди поймут и тогда поймут. Да нихуя. Они уже девяностые прожили там. Они готовы. Люди готовы здесь. И, кстати, все называют вещи своими именами. Вот я когда была в маленьком городе, в деревне, все говорят, война. Я думаю, ну хотя бы это. Хотя бы вы отдаете себе отчет в том, что происходит. Так что они готовы и дальше там палец сосать. Ужасная страна у нас. Я вообще очень многого не видела, оказывается. Когда вот первые дни были, я помню, иду, короче, в Ростокино, там переход, и он усеян окурками. И тут я начала к своему стыду только тогда понимать, что, господи, мы очень давно потеряны. У нас весна, это очень красивое зелень на деревьях и говно собачье, месиво на дорогах. У нас не произошло мусорной революции. Ну, блядь, ну это же как два пальца. Берете схему, вот тут моете, вот тут пластик. Уже дети фасуют мусор, ёпырсэте. Уже на этом деньги зарабатывают. И вот тут мне стало очевидно, что не, мы... Я не понимаю, как можно справиться с нашим умом. Я говорю про коллективный, очевидно, тех самых 70% разум, который привык к бедности, грязи, к самозащите, домашнему насилию, гомофобии и далее по списку. Эти люди, когда им скажут, это вы убили людей, вот так будут показывать фотографии, они скажут, ну это же не я. Понимаешь? Ну как можно тут что-то сделать? Может, вот как-то распилить и маленьким кусочком что-то рассказывать? Страну раздрочить на части, и тогда она как-то заживет. Вот хз. Как? Ну вот я не представляю. Поэтому эти митинги... Было бы классно, если бы был центр, и люди бы выходили. Мы когда были на митинге 6-го числа, я снимала, делала фотографии. Значит, в первый раз за 20 минут зачистили все. Полторы тысячи посадили за 20 минут. Полторы тысячи. Ко мне подходит мужик и говорит, а где жидомасоны? Я вообще не поняла вопросы. Говорю, что вы имеете в виду? Да вот эти вот, митинговали. Я растерялась просто. Я поняла, что я даже не знаю, что такое жидомасон. Я знаю, что жид – это невозможное слово. Масоны – это коллективный заговор какой-то, или что там, вид религии, не знаю. Типа, как он слово-то такое вообще подобрал? А потом, значит, я стою, и там уже никого нет, автозаки уже уехали. Они, знаешь, так затыкали туда людей, и знаешь, вот когда маршрутка переполнена, вот так стучат по боковине, чтобы она отъезжала. И они вот так стучали, и она отъезжала. И вот стоит уже все, одна маршрутка. Я стою в отдалении, никого нет, и вдруг мимо меня мужик коляску везет с ребенком, и жена рядом идет, и он говорит, шалава, я спиной вообще стою к нему. Я поворачиваюсь, у меня тут пресс-карта, и он говорит, да, ты. И вот что вы хотите сделать-то с этими людьми, ребята? Ну как бы, как? Это стадо, и оно гигантское, злое, агрессивное, немытое стадо. Из-за того, что мы общаемся с кем общаемся, у меня нет в кругу таких людей. Но ни одного. Это все интеллигентные, очень образованные, очень мыслящие, талантливые люди. И я не из любви к своим друзьям всегда говорила, что я горжусь этим невероятно. Потому что я вижу, какой чистый у них ум. И я стремлюсь за ними. И за ними, за тем, что мы ходили на митинги, что-то делали, я не видела масштаба ада, который происходит у нас. Да, я знала, что я сама живу в гомофобной стране. Я знаю, как это страшно проявлять свои чувства на публике. Но я честно скажу, я не осознавала масштабов. До митинга 18 марта в Лужниках я не осознавала масштабов. И я виновата в том, что я их не осознавала. Может быть, действия должны были быть масштабнее. Может быть, надо было рассказать о себе, сделать камин-аут. Может, надо было через маленькие вещи нести людям хотя бы просветление в их головы. Так что, что я теперь буду говорить? Ребята, да мы пробовали. Да, пробовали. Но кому теперь это интересно? Вопрос. Как ты себя поддерживаешь сейчас? Я заедаю. Я много ем. А из-за того, что денег нет, мы едим все дешевое. От этого ты быстро набираешь. Это бесит. Поэтому, как только снег сойдет, я начну бегать. Заниматься каким-то спортом, чтобы выплескивать агрессию. А так... Да как я себя поддерживаю? Очень странно. Читаю книги про ГУЛАГ. Охуенно поддерживаю. Реально вообще становится все на свои места. Социологические пока. Не читаю какие-то адские, художественные. А вот социологию – да. Ну и плюс у меня есть близкие котов каждый день целую в нос. Вот так поддерживаю. Через общение. И еду. Стандартно, короче. А, ну и тут название одного крутого проекта, скрытое по просьбе респондента. Вот думаю о нем. Вот, кстати, тоже мечтаю, что буду так полезной. Тем, кто здесь. Что хоть как-то будет у них тут свободное окно. Хотя мне все меньше верится, что все состоится. Вообще. Ну, прикинь, ты же знаешь, какая это свобода. Она кажется невозможной. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.